Девушки отдыхают Девушки отдыхают Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил Милая, подожди меня в приемной, пожалуйста Но... Я буду через минуту Думаю, ты уже и так настрадалась Ладно Я думаю, где бы тебе хотелось пообедать сегодня Видите ли, я не собираюсь платить вам за раскрытие дела Я думал, вы из тех, кто держит свое слово Нет, вы меня не поняли Вы получите каждый цент, о котором мы договаривались И даже больше Но не потому, что вы раскрыли дело А из-за нее Два дня назад она хотела совсем покончить Бросить колледж, продать клуб Слишком много ран на сердце Но благодаря вашей прекрасной работе Они заживают Ну, может быть, не полностью Нужно время, чтобы справиться со всем этим Зато, благодаря вам, Соня снова хочет быть счастливой У нее есть надежда Я помогу ей сделать клуб Дана лучшим в городе Кто бы мог подумать, правда? Я рад за нее Она многое пережила И, честно говоря, я не думал, что она справится Ну, она пока не справилась Но со временем справится Впрочем, вернемся к делу Все те люди, с кем вам пришлось столкнуться Гил, немецкий доктор, даже Митчелл Ха! Его бы я в жизни не заподозрил Они ей что-нибудь сказали? Почему они это делали? Они не упоминали сообщников? Они упоминали какого-то хирурга Хирурга? У вас есть предположение, кто это? Я уверен, для вас это не сюрприз Но это сам Митчелл Вообще-то, это вы мне подсказали Когда сказали, что он был врачом Ну да, само собой Я рад, что смог помочь Хотя... Речь идет не только о моем отношении К Джо и Соне Это испытание Задело и меня самого Я не понимаю, что вы хотите сказать? Спорт — это мой хлеб Знаете, сколько вовлеченных спортсменов Заключили со мной договоры? Как вы узнали? Что? А, погодите Вам сказала Соня? Да, конечно Мне сказала Соня Забавно А ведь Соне я не говорил Так вы знаете, сколько вовлеченных спортсменов Заключили со мной договоры? Думаю, догадываюсь Пока пишут только о трупах Найденных в доках и подпольной лаборатории Никто не упоминает спортсменов Никто не упоминает спортсменов Но если поползут слухи Будущее моего агентства окажется под угрозой Не говоря уже про будущее Сони и ее клуба Могу ли я попросить вас быть благоразумным? Конечно, не беспокойтесь Я знал, что могу на вас рассчитывать Спасибо О какой сумме идет речь? В 10 раз больше той, о которой мы договаривались О, а вы играете по-крупному Мне это нравится Итак, на этом все Ваш чек у Джули Не забудьте его забрать Что же касается вашей доплаты Я скоро ее вышлю Об этом не беспокойтесь Спасибо вам Я плохо ответил, походу Я не представляю, что стало бы Сони, если бы не вы Мне нужно было действовать быстро Или дать Торпу избежать наказания Простите, что не встаю Обвинить Торпа Нет, не прощу Я знаю, что вы можете встать, если захотите Я уверен, что у вас самые добрые намерения Но вы ошибаетесь С чего вы это взяли? Уверен, все можно объяснить Я знаю, что это вы приказали Рэндаллу Ли убить Джодана И вы попытались подставить Бобби Йеля Который незадолго до этого отказался от ваших медицинских услуг Джо был моим другом Разве не ясно? Если верить Спэноу За всем стоял некий хирург Я думал, это был Митчелл Но теперь-то я знаю правду Мне один журналист рассказал Понимаете? Я нанял вас, чтобы вы расследовали это чертово дело Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Йеля и брошу дело Но как только я понял, что дело нечисто Вы тут же послали Рэндала Ли и Гила меня запугать А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать А вы из тех, кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Вы правы, я никогда не выпускаю добычу Поставьте себя на мое место Вы многообещающий футболист Который только что вернулся с войны Но вы все еще никто Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери Этот человек пока не отошел от смерти жены Днями он работает в клубе А ночами пьет, чтобы заснуть И растить его дочь приходится вам Вы дарите ей ее первые счеты Вы убеждаете ее продолжить обучение Вы утешаете ее Когда она скучает по матери и отцу Между тем, ваша спортивная карьера набирает обороты Жизнь прекрасна И вдруг однажды, как гром среди ясного неба Вы становитесь инвалидом Старый друг Митчелл говорит, кто вам может помочь Один немецкий врач Его препараты помогают не сразу, но Творят чудеса Вы начинаете ходить совсем недалеко Но это недалеко С каждым разом становится все дальше А эти препараты совсем недешевы Вы должны найти какой-то способ За них платить, понимаете? И вы начали продавать препараты спортсменам А потом решили открыть рекламное агентство Чтобы нанять этих самых спортсменов Препараты позволяли им отличиться И вы получали хорошие рекламные контракты Идеальная бизнес-модель Ваш первый клиент Крейг Спену В его карьере был сложный период, поэтому Вы сделали его своим подопытным кроликом Но когда препараты стали давать серьезные побочные эффекты Вы от него избавились Вы боялись, что он заговорит И попытались убить его Поэтому он и заговорил С тех пор ваш бизнес процветал Вы даже начали ставить себя выше закона Считали себя неприкасаемым Пока обо всем не узнал Джо Дан И не пришел к вам за два дня до своей смерти Хватит Прекратите Я не знаю, стою ли я выше закона Но уж точно не ниже Знаете, какой властью я обладаю С кем я обедаю каждый день Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас И ничего бы мне не было Из пистолета, который лежит у вас в столе Боюсь, не выйдет Я положил его подальше На случай, если вы подтвердите мои подозрения Железнорукий А теперь, если позволите У меня встреча с полицией Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь Соня и я заслуживаем будущее Комиссар Смирнов, можете войти Тимоти Уилсон Торт Бросьте оружие Вы арестованы У вас есть право хранить молчание Все, что вы скажете Может и будет использоваться против вас в суде Вы имеете право на адвоката Если вы не можете его себе поспорить Государство, предоставьте его Мистер Сделил его, что ли? Нет, да, она убила торпа Насыщена с концовочкой Соня, да Вы арестованы за убийство Тимоти Уилсона Торпа Ну ты че, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Соня не должна попасть в тюрьму. Блэк Сэд, не надо. Признание вины Торпа было просто вопросом времени. Рано или поздно власти штата Нью-Йорк его бы казнили. Соня сэкономила нам кучу времени и денег. Нет, ничего не получится. Как нам всё это скрыть? Джон! Я вставлю пули назад. Торп держал меня на мушке, но Соня оказалась быстрее. Мы поступаем правильно, комиссар. Джон, почему каждый раз, когда я связываюсь с вами, я вляпываюсь по уши? Какая вот фигня, чё? Торпич. Такая вот у нас развязочка получилась. Ну и это у меня ещё девчонка вызвала. Сказал бы я ей не бросать работу, её бы зарезали. Романтик тут, конечно, чё-то у меня не получилось. Если это вообще здесь можно. Ну, игрушка, честно говоря, мне понравилась. Бой интересовал меня в последнюю очередь. Я принял препараты перед боем. Стоун позволил ему победить? Я искорил онлез, чтобы всё случилось согласно указаниям моего этического компаса. А вот послушал меня кто-нибудь или нет, это уже другая история. Ведь что бы нам ни говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Мой этический компас. Будто бы я знаю, что это такое. Я не знал, что и думать даже о своих действиях во время этого расследования. Моя совесть чиста? Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Можно переиграть, типа, как бы. Вот, наверное, может быть концовки другие посмотреть. Ролик записать. В общем, видно будет. Надеюсь, ребят, всем понравилось. Честно говоря, очень даже хорошая детективная история. Все? К счастью, нет. Но многие пока пишут только о трупах, найденных в доках и подпольной лаборатории. Никто не упоминает спортсменов. Но если поползут слухи, будущее моего агентства окажется под угрозой. Не говоря уже про будущее Сони и ее клуба. Могу ли я попросить вас быть благоразумным? Конечно, не беспокойтесь. Я знал, что могу на вас рассчитывать. Спасибо. О какой сумме идет речь? В 10 раз больше той, о которой мы договаривались. О, а вы играете по-крупному. Мне это нравится. Итак, на этом все. Ваш чек у Джули. Не забудьте его забрать. Что же касается вашей доплаты, я скоро ее вышлю. Об этом не беспокойтесь. Спасибо вам еще раз, Блэксэд. Сейчас попробуем идти. Что стало бы с Соней, если бы не вы. Мне нужно было действовать быстро. Или дать Торпу избежать наказания. Простите, что не встаю. Ты ктекнется. Спасибо вам за все, железнорукий. И прошу, берегите Соню. Обязательно. Почему я так поступил? Я ведь собрал столько улик против Торпа. Почему же я не сдал убийцу властям? Это навсегда останется со мной. Думайте, что вам угодно. Куча бабок, че? Корыстная концовка. Какая тоже может быть концовка, ребят? Если уйти и взять деньги. В общем. Посмотрим еще, как я есть. Нет. 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 Господи. Можете 좋아하. Можете 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 Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Субтитры сделал DimaTorzok Соня Дэн, вы арестованы за убийство Тимоти Уилсона Торпа. У вас есть право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, его предоставит государство. Вы поняли те ваши права, которые я зачитал вам? Итак, желаете ли вы говорить со мной? Осторожнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Да какая разница. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...